Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам мастер-класс по созданию шариков для украшения нашей елки. Для работы нам потребуются старые шарики, которые давно ждали своего часа. Шары пластиковые, которые поцарапались, пошкрябались за много лет и у них сломались крепления. И вот из таких шариков мы сегодня можем сотворить что-то новое, интересное, оригинальное. Для работы нам потребуются нитки, ножницы, фольга. Итак, первое, я отрезала ниточку, завязала краешек узелком. Дальше я беру фольгу и скручиваю ее в такую упругую тесемочку. Фольге нужен кусочек небольшой и так плотненько ее сворачиваю и дальше ложу нитку так, чтобы краешек завязанный немножечко торчал. И начинаю скручивать достаточно упругую такую колбаску. И следим за тем, чтобы диаметр не превышал отверстие нашего шарика. Потому что сейчас вот эту тоненькую такую колбаску мы будем заправлять в шарик. И так аккуратненько заправляем в отверстие и как будто бы вкручиваем фольгу. Достаточно крепкое получается у нас крепление. Вот, да, видите, шарик уже свисает. Если легонечко подергать, то держится. И следующим этапом я беру небольшой кусочек массы по пьемаше и начинаю дополнительно закреплять. Приклеиваю, обклеиваю кусочек, где торчит нитка с фольгой. И соединяю все это вместе с шариком. В предыдущих моих видео рецепт массы по пьемаше есть. Если же не сможете найти, задавайте в вопросах. Я подробно рецепт пропишу в комментариях. И так, обдавливаем массой верхушечку. Делаем такую, как будто бы горочку. Поправляем, разглаживаем. Стараемся, чтобы внутри не было пузырьков воздуха, чтобы потом масса не потрескалась. И следующим шагом, да, это лоскутная техника. Я предварительно нарвала небольшие кусочки туалетной бумаги. Беру клей ПВА и широкую кисть. И начинаю аккуратненько покрывать шарик клеем ПВА. Дальше я ложу лоскуточек. Аккуратненько его придавливаю. И опять кистью сверху, как бы грунтую, прокрываю. И таким вот образом полностью весь шар. Да, посмотрите, вот у меня уже есть шарик заранее подготовленный, полностью обклеенный. И следующим этапом это полная просушка изделия. И когда шары будут просушены, можно уже задуматься над вариантами декорирования. Либо это будет роспись, либо это будет джгутиковый вариант. Из тоненьких таких веревочек можно будет сделать какой-то орнамент. И потом опять же это все расписать. Либо же это может быть полностью рельеф из массы папье-маше. То есть сверху наносить. Итак, над этим мы с вами подумаем и поработаем в следующем видео. Если вам понравилось, ставьте, конечно же, лайк. Подписывайтесь на канал. Итак, желаю вам творческого такого вдохновения. И поздравляю с наступающими праздниками. Всего доброго!